В Гранд-отеле Казань прошел ежегодный Поволжский кардиологический форум, где ученые и практикующие врачи обсуждают вопросы, которые напрямую связаны с жизнью каждого человека. Ишемическая болезнь сердца, закупорка сосудов и многие другие актуальные на сегодняшний день проблемы стали основной темой для обсуждения. Участники форума смогли выступить с докладами, получить конструктивную критику и задать вопросы, которые помогут им совершенствовать свои навыки и умения. У нас сегодня происходит традиционное мероприятие. Мы ежегодно собираемся на конференцию, мы называем его Поволжский кардиологический форум. Это мероприятие создается усилиями медико-санитарной части Казанского федерального университета. Мы стараемся пригласить ведущих специалистов нашего города, нашей республики и России, не только кардиологов. У нас присутствует сарай смежных профессий и дисциплин, которые освещают наиболее актуальные вопросы кардиологических заболеваний сердечно-сосудистой патологии. По статистике, ишемической болезнью сердца страдает около 5,5 населения России. Однако при этом ишемическая болезнь сердца остается основной причиной смертности и инвалидизации населения. Во всем мире на долю смерти от патологии сердечно-сосудистой системы приходится треть диагностированных случаев. Именно поэтому специалисты в области сердечных заболеваний уверены, что подобного рода форумы смогут улучшить качество оказываемых медицинских услуг и снизить эти показатели до минимума. Сегодня будем обсуждать ишемическую болезнь сердца, мы будем обсуждать артериальную гипертонию, нарушение обмена холестерина, сердечную недостаточность. Мы будем обсуждать наиболее актуальные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Основной целью форума является обсуждение результатов клинических исследований и рекомендации Российского кардиологического общества, Европейского общества кардиологов. Кроме того, это отличная возможность для специалистов познакомиться с современными подходами ведения пациентов в сердечно-сосудистой патологии и разобрать клинические случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.